Продолжаем диалог о самом важном. Егор Шумилин. Егор, здравствуйте, как настроение? Здравствуйте, отлично, прекрасная атмосфера, настроение. В своем выступлении вы сказали очень интересную вещь, что вам удалось улучшить свежесть продуктов на полтора дня. У меня возникает такой вопрос. Какую задачу вы ставите перед собой и можно ли еще как-то улучшить этот показатель? Да, безусловно. На самом деле удалось улучшить свежесть на полтора дня за довольно короткий промежуток времени. С середины сентября мы стартовали с этим проектом. До этого было два месяца подготовки. Что включила в себя подготовка? Мы изучили каждый этап цепочки поставок, на котором мы теряем какое-то количество дней свежести. Причем как на нашей стороне, так и на стороне партнеров. Начиная от их производственной площадки, продолжая логистической цепочкой до нашего склада, потом время на нашем складе, доставка до магазина и непосредственно время нахождения продукта на магазине. Мы посчитали, что если все параметры по этой цепочке поставок привести к нормативным, даже не каким-то мифическим нормативным, а к тем параметрам, которые уже есть у других контрагентов, у других наших партнеров, которые находятся в сопоставимой локации. С точки зрения адреса производственных площадок. Если мы приведем эти параметры, мы выиграем 6 дней свежести, более чем 6 дней свежести. Наша задача в этом году докрутить все категории со сроком годности до 30 дней и, начиная с нового года, приступить к второй волне, к товарам со сроком годности более 30 суток. От этого упражнения мы ожидаем роста продаж до 25%. Это показывает наша математическая модель и это показывает первые результаты по продуктам, по которым мы уже поправили свежесть. В целом нашему покупателю будет приятней, нашему персоналу будет легче, меньше нужно будет перебирать полку, меньше нужно будет списывать, утилизировать и, как следствие, все это приведет к тому, что мы сократим издержки, потери непосредственно товара, когда у него выходит срок годности списания, потери от стоимости его утилизации после того, как он пропал и потери на уценке, потому что мы сейчас вынуждены серьезные скидки, 30, 50, 70% ставить на товары, по которым уже осталось не так много времени с точки зрения общего срока жизни товара, чтобы их реализовать. Тем самым мы спасем часть средств, которые мы сейчас вынуждены терять, и сможем представить более низкие цены для нашего покупателя. То есть товар свежее, цены ниже, всем хорошо. Насколько я понял из вашего выступления, вы также планируете отказаться от ежегодной переговорной кампании, и таким образом вы хотите вовлекать ваших поставщиков в диалог и в совместное планирование. Как-то конечный потребитель, покупатель почувствует эту разницу, на ваш взгляд? Конечно. Смотрите, в первую очередь мы, да, в долгосрочном перспективе мы планируем отказаться и заменить ее на процесс совместного планирования, совместного планирования бизнеса. Как выиграть этот покупатель? Чем точнее, чем более гранулярно, чем больше деталей будет наших договоренностей, будет совместное планирование заранее по запуску новинок, по проведению промо-акций, тем доступнее будет товар на полке, тем меньше будет обнулений товара, аутовстоков так называемых, тем приятнее будет находиться в наших магазинах, встречать всегда, в нужный момент времени, в любой точке нашей родины, понравившийся, полюбившийся товар. Также подобный способ планирования позволит точнее подобрать ассортиментное предложение, потому что мы сможем глубже заглянуть в экономику друг друга, в возможности друг друга, посетить производственные площадки, пообщаться с отделами R&D, которые отвечают на стороне партнеров за запуск новой продукции, и подобрать то, что нужно нашему покупателю. А что нужно нашему покупателю, мы знаем, потому что у нас есть самая лучшая, самая продвинутая, самая большая в России программа лояльности. Напоминаю, это кросс-форматная, но монобрендовая программа лояльности, объединяющая в себя и наши супермаркеты, и гипермаркеты, магазины у дома, магниты косметики, аптеки. То есть мы понимаем весь покупательский путь, понимаем его предпочтения, исходя из его профиля, можем подобрать в нужные локации то предложение, которое нужно. Поделившись этими данными с партнеров и обогатив данными партнера, а партнера есть данные по поводу его категории, потому что лучше него никто не понимает, продуктовую часть. Объединившись, мы получаем синергетический эффект, мультипликатор, который позволяет нам точнее, быстрее и лучше выстроить наше предложение. Звучит амбициозно, и самое приятное, что нет никаких сомнений, что все инициативы, все предложения, которые мы сегодня обсуждаем, будут реализованы в 2021 году. Поэтому давайте пожелаем друг другу хорошего бизнеса, и пусть покупатель почувствует вот эту колоссальную разницу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok